Доброго дня! И с вами я, Ирина Василаки. Что же такое болото страдания? Это же собственные мысли. Мне плохо, всё надоело, обидно, больно, страшно. За что мне такое? Но скажите, пожалуйста, где будет устойчивее? В болоте? В болоте собственных мыслей? Или на твёрдой земле? Я думаю, что на твёрдой земле. Потому что на твёрдой земле можно идти, шагать, бежать, передвигаться, выбирать тропинки, попутчиков, направления, что-то строить, создавать. Для себя. Мы в этой жизни всё делаем для себя. Ну, это так. К сожалению, болото страданий, оно не появляется просто так в нашей жизни. Сначала это маленький-маленький водоёмчик. Но мы закисаем в своих мыслях, которые ходят по кругу. Мы закисаем в своих проблемах, не находя им решения. Мы сидим в болоте и ждём, когда кто-то придёт и спасёт нас. Когда придут те, которые виноваты в моей жизни, в том, что я здесь, или в том, что я не там. Они придут, они повинятся, попросят прощения. И вот тогда я выйду из этого болота страданий. Вы знаете, они не придут. Потому что они уже давно ушли. Они уже в настоящем. Находясь в болоте своих мыслей, в болоте своих страданий, мы живём в прошлом. А там уже никого нет. И туда уже никто не придёт. Ни ваши обидчики, ни те, кто нанёс вам серьёзные травмы. Никто туда не придёт. Так стойте их там ждать. Помните, в предыдущем видео я сказала о том, что мыслящий человек просто обязан время от времени вытаскивать себя за волосы из болота. То есть из болота собственных мыслей. Эти слова принадлежат барону Гаузину. Они сказаны в фильме, тот самый Мюнхгаузин. И посмотрите его. Он очень мудрый. Находясь в болоте, мы обещаем себе в том, что вот сейчас выйдем и что-то начнём делать. Мы убеждаем себя в том, что вытащить себя из болота совершенно неправильно или невозможно. Или, может быть, нереально. Мы ищем контрагменты. Мы обосновываем своё бездействие вместо того, чтобы действовать. Мы кричим, привлекая внимание к себе. Да, это так. И здесь нет никакой насмешки над этим. Здесь нет никакого принижения вашей ситуации. Потому что я тоже была точно так же в болоте своих страданий. Как долго нам там находиться, вам, каждому из вас? Это решаете вы. Какие мысли или какой тайный шифр нашего нахождения в болоте страданий? Посмотрите, я в болоте, мне плохо. То есть обратите на себя внимание. А вы проходите мимо и не вытаскиваете. Но вы знаете, помощь всегда есть. И она предлагается. Но мы не соглашаемся. Почему? Потому что ждём чего-то иного. Что эта помощь будет каким-то образом по-другому. Или от того человека, от которого хочется. Или мы не удовлетворены тем, что обидчики виноваты, не наказаны. Мы хотим, чтобы нас пожалели. Но есть ли результат от этого? Выбор находиться в болоте страданий, в болоте собственных мыслей. И идти по дороге. Но выбор за каждым из нас. И за тобой тоже. У каждого из нас своё болото. У кого глубже, у кого шире, у кого мельче, у кого уже. И от нас самих зависит, остаться там или выбраться на твёртую землю. Что для этого можно сделать? Об этом в следующем видео. Под видео есть полезные ссылки в комментариях. Посмотрите. Возможно, это и будет первым шагом для того, чтобы принять решение. Какое? Ну, каждый из вас решает сам. Всего доброго. С вами была я, Ирина Посылаки.